Приветствую на канале Тетер Геймс. Очередная уже четвертая по счету серия игры Rescue HQ. В общем, я уже отстроил практически все, что можно. Полиция, пожарная, медицинское направление. Уже все есть практически. И, наверное, я могу сказать, что эту игру я уже больше не боюсь от слова, ну то есть совсем. В общем, давайте поиграем и посмотрим, что на этот раз игра мне преподнесет. Поехали! И пока у меня позволяют очки, давайте-ка я буду подкупать потихонечку... Ну, во-первых, я куплю химзащиту. Вот такую. Я думаю, я ее вдоль стеночки поставлю, будет очень хорошо. Пара штук и должно хватить, по идее. Теперь можно смело выезжать на вызовы, где есть подозрение, что какая-то радиация, еще что-то в этом роде. В общем, готовы. Готовы для этого дела. Так, ну и, кстати говоря, раз уж пошла такая пенка, давайте еще возьмем, ну, на всякий случай, вот эти вот наборы для работы с массами, с протестами. Вот тут нарисован такой громкоговоритель. Ну, короче, громкоговорители. Тоже я их закуплюсь немножечко. На случай, если что, у меня теперь все это оборудование будет при себе. Прекрасно. У меня тут надвигается какая-то страшная штуковина, в которой нам понадобится вообще практически все, что возможно. И снайпер, и бронежилеты, и даже, вот как написано, большое количество полицейских. Это будет вот ночью. Я не знаю, успеваю я подготовиться или нет, но, по крайней мере, стараюсь. Нанимаю с огромной скоростью весь персонал, сколько возможно. Надеюсь, у меня получится справиться с этим ивентом. Итак, наступил тот самый ивент. Посмотрим, на выполнение его нам дают 3 часа. Давайте глянем, что же здесь требуется. 20 человек полиции, 4 снайперские винтовки, блин, а у нас вообще-то одна всего, и 4 единицы обычного оружия. В общем, куча-куча полиции нужна. Давайте попробовать. Во-первых, я хочу сейчас немножко подождать, чтобы у меня вернулись мои патрули текущие. И попробуем сейчас с максимальными силами дать отпор этому ивенту. По идее, я должен справиться. Там всего 20 человек требуется. У меня полиции почти в сумме 64. Я думаю, я вообще за изи справлюсь с этим ивентом. Ничего сложного не вижу пока что в этом. Чисто полицейский ивент. Я сейчас просто большие вот такие автобусы отправлю с нарядами, и все будет в порядке. Итак, давайте смотреть. 20 человек нужно. Значит, смотрим. Самых крутых ставим, конечно же. Каждый человек тут за несколько сойдет. Самых крутых набираем, ребят. Вообще, в принципе, легко. Смотрите, 5 человек уже, 5 как 15, блин, по своему умению. Даже, не знаю, наверное, в одну машину поместится. Смотрите, я беру рет-трак, и в принципе туда поместятся все, кто нужен. Попытаемся сейчас снайперку поставить. Снайперка одна у меня только есть. И 4 единицы винтовок. К сожалению, мы видим, что снайперки явно не хватает. Поэтому вероятность успеха всего лишь 70%. Ну, блин, я тут ничего не могу поделать. Даже если я доберу дополнительных людей, лучше от этого не станет. Мне просто снайперки нужны. Ну, а что поделать? Теоретически я могу, конечно, и купить их. Так, и у меня на этой есть сейчас 55. Давайте, может быть, я попробую это сделать. Потом быстренько продадим. Давайте глянем, сколько стоит вообще снайперка. Хотелось бы идеально пройти. 25 тысяч, блин. Блин. Блин, блин, блин. Давайте попробуем. Сейчас загрузим две снайперки. Так, как мне это лучше сделать? Вот так вот. И, наверное, еще сюда одну. Влезет это все у меня дело. Главное, что по бюджету влезает. Окей, ждем тогда, когда их привезут. А привозят их, смотрите, довольно оперативно. Отлично. У меня теперь четыре снайперки. И повторяем всю ту же самую историю. Берем самых крутых ребят. Загрузили. Так, берем специальный грузовичок для разгребания. А, кстати говоря, я мог еще вот этот взять. Можем две машины отправить. И, в принципе, без проблем будет. И дозагружаем оставшиеся компоненты. Раз, два, три, четыре. Все, сто процентов. Отлично. Вот это меня устраивает. Выполним миссию. И, в принципе, я думаю, продам эти снайперские столы. Мне кажется, столько в обычной жизни, мне столько не пригодится. Обидно, что собаки не используются. Четыре штуки купил. Блин, а. А вызовов по собакам практически не было. Пока у меня позволяют очки репутации, я, пожалуй, вложусь еще в медицинскую отрасль. Посмотрите, я могу взять вот такую вот штуку. Это мобильный дефибриллятор. Для тех, кто не знает, это та самая штука, которая... Убрать руки. Бабах. И все, и сердце запускают. Вот я такую хочу. В общем, это для запуска сердца. В случае критических ситуаций. Давайте вот так я две штучки размещу. И вот таким вот непонятным чудным образом я вроде как уже практически полностью вышел в плюс даже. Посмотрите. Я снизил расходы практически на обслуживание на 30 тысяч, уменьшил количество штата, поставил дело на поток. И мне даже не нужно теперь конвертировать вот эту репутацию, потому что, в принципе, я вышел в плюс и дальше начинаю продолжать на этом всем деле зарабатывать. Что ж, единственный минус, который я не учел, это вот эти самые доски. Они по-прежнему меня не кормят. Дело в том, что здесь для каждого вот этого дела, кейса это дело, нужны дополнительные эвиденсы. Это улики. И, соответственно, мне нужно каким-то образом их получать. Но, однако, я пока что не могу это делать, потому что у меня нету хранилища улик. Я его просто еще пока что не открыл. Так что копим, копим, копим очки репутации и ждем, когда для меня откроется эта возможность. Что ж, я вижу, что Paperworks полностью, вот эти оформления, оформления всех происшествий полностью израсходовались. У меня столы очень быстро все это дело перелопачивают. Соответственно, что я могу сделать? Я могу как минимум продать один полицейский стол и парочку, наверное, этих шкафчиков тоже могу продать. Они мне, в принципе, не нужны, потому что у меня быстро идет переработка все этого дела. Так, полис, 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 может быть, даже еще один я продам. В принципе, он мне не нужен. То есть будет два на два. Два стола таких, два с детективами на переработку. Файлы тоже проходят очень быстро. Очень много дел. Кейс это дела, как я уже сказал. А вот с уликами у меня туго. Прям вот туго, туго, туго. Не знаю пока что с этим делать. Мне они реально нужны, чтобы быстренько, каким-то образом, с помощью вот этих стендов перерабатывать дела, раскрывать их. Итак, очередная неделя, это уже вторая неделя, полностью пройдена. Я в плюсе, несмотря ни на что. Я выбрался из экономической жопы. У меня все получилось. И меня, по всей видимости, повышают до второго ранга репутации. Соответственно, у меня теперь максималка будет 1300. И я смогу купить более крутые вещички для себя. Ну что ж, отлично. Прям я вот рад до посинения. Прям супер-супер. Я справился с этой экономической жопой. Соответственно, теперь мне дадут еще немножечко очков репутации. И я смогу купить, наконец, ту самую долгожданную херню. Вот, вот она. За 800 она стоит. Давайте я ее разблокирую. Это хранилище улик. Оно довольно-таки большое. Давайте вот я куда-то за пятнаху-то его надо куда-то поставить. Сюда, наверное, вот и поставлю. Вот прям будет две доски. И сколько здесь улик, интересно, может храниться? Давайте посмотрим. До 10 улик, я думаю, нормалек. Супер. Теперь мы сможем, во-первых, и сами доказательства, улики, вещественные доказательства сюда складировать. И, конечно же, сможем все это дело подводить к этим доскам, чтобы расследовать дела и получать еще больше репутации и еще больше всего-всего. В общем, блин, кажется, я только что прошляпил один вызов. Жаль. Ну, вроде бы, дело потихонечку пошло. Я так смотрю, что в хранилище улики все-таки попадают каким-то образом. Даже их подвозят на сами эти стенды. И вроде как это все дело перерабатывается. Не очень быстро, но все-таки какой-то прогресс есть. Что же, отлично. И вот сейчас, когда кризис, в принципе, я преодолел, я думаю, что мне теперь снова нужно будет добавлять найм полицейских сотрудников. Потому что иногда они выезжают все на эти вызовы и не успевают обработать эти дела. Давайте еще разок взглянем на ситуацию с нашими ресурсами. Пеппер Кворк, да хренище просто. Файлов уже копятся. Кейсы, улики тоже, в принципе, уже в кучке. То есть мне нужно расширять ситуацию с полицейским участком. Давайте попробуем расширить офис. Я построю его вот тут. Ну а так, попробуем сделать все более как-то компактно, логично. Или, может быть, чтобы это все быстрее как-то обрабатывалось. Поставим еще одну стену, где будут перерабатываться улики и дела в денежку и престиж. Вот еще одну такую поставим. Прекрасно. Возможно, мне придется поставить еще один полицейский стол. Я, наверное, его рядышком поставлю вот сюда. На проходе прям будет. Кому-то не повезло здесь работать. В общем, давайте-ка я потихонечку буду отсюда все, наверное, перетаскивать. Не знаю, может быть, у меня получится все. Или, может быть, все не получится. Но я буду стараться постепенно перетащить все эти ящики в большой офис. Так, давайте посмотрим. Да, вместе, кстати, они перетаскиваются с их содержимым, что приятно. Окей, давайте тогда все потихонечку перетаскиваем, раз они фуловенькие перетаскиваются. Супер. Хотя, мне кажется, здесь просто не будет. Нужно будет компактно стараться их расставить. Не знаю, насколько у меня это хорошо получится. Может быть, и не хорошо получится. Ну и в заключение, значит, у нас следующий месяц, то есть через 5 дней, сразу же будет минус 170 тысяч. Я бы даже сказал, что расходы на полицию достаточно большие. Но у нас теперь большой, я бы даже сказал, приличный плюс, приличный достаток. У меня очень много теперь идет очков репутации. Я могу, видите, буквально сделав несколько, обработав несколько вызовов, могу сразу же около сотки заработать. В принципе, изи. Но пока я не буду это делать. Тем более, что у меня впереди 5 дней. Я лучше буду апать свою технику и какие-то новшества приобретать. Ну что ж, я вышел в плюс. И этому безумно, безумно рад. На этом я серию заканчиваю. В принципе, в принципе, все очень круто. Следите за развитием событий. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok